Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас до сих пор еще не подписаны, мы бы рекомендовали подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе и обзоры на различные модели машин, как в формате тест-драйв, так и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике, ну а теперь еще и сравнительные обзоры. Два героя нашего сегодняшнего сравнительного обзора уже как-то фигурировали на нашем канале ранее, но по отдельности, а сегодня мы решили устроить, так сказать, очную ставку двум очень популярным минивенам от компании Toyota. В нашем сегодняшнем обзоре мы посмотрим на автомобили снаружи и внутри, пробежимся по различиям, посмотрим, что и где окажется удобнее, чуть-чуть проговорим техническую базу, ну и подведем некий итог, где же все-таки будет интереснее. Встречайте, Toyota Vish и Toyota Isis. Ну и начнем, пожалуй, с Toyota Isis. Этот минивен пришел на смену модели Gaia. Это аналог Ipsum, но чуть-чуть с другим оформлением. Машина очень хорошо известна на Дальнем Востоке и в Сибирском регионе. Toyota Isis появилась в 2004 году, а производство было прекращено только в 2017. Машина выпускалась целых 13 лет. Этот автомобиль за время своей конвейерной жизни прошел через два рестайлинга в 2007 и в 2009 году. Причем, если первый рестайлинг был в основном косметический, то вот во время второго поменялась агрегатная линейка. На дорестайлингах до 2009 года под капотом Isis состояли старые моторы, такие как 1ZZ-FE 1,8 литра на 132 лошади, который сочетался с четырехступенчатым гидромеханическим автоматом, и двигатель 1AZ-FSE с непосредственным впрыском топлива D4, который выдавал 155 лошадей и шел с вариаторной коробкой передач. По части привода машины могли быть как передней, так и полноприводными. Рестайлинг 2009 года привнес изменения в подкапотное пространство, и теперь там оказались двигатели уже современной серии ZR. Два ZR-FAE и три ZR-FAE, которые отличаются рабочим объемом 1,8 и 2 литра, мощностью от 130 до 144 лошадиных сил для 1,8 и 152 лошадиные силы для двухлитрового агрегата, а также сугубо вариаторными коробками передач. Ну а по типу привода по-прежнему передний либо полный. Toyota Vish в кузове XE20, которая конкурирует с Isis по части ценовой категории, это машины более свежие. Vish второй генерации появился в 2009 году и выпускался также по 2017, при этом пройдя через рестайлинг в районе 2012 года. Но у этой машины под капотом уже не было автоматических коробок и старых агрегатов. Она шла сразу с теми же двигателями серии ZR. Два ZR-FAE, три ZR-FAE. Так что по механической начинке под капотом, по коробкам передач эти машины-близнецы-братья. Чуть-чуть отличается конфигурация впускного тракта, например, и некоторые детали размещения вспомогательных компонентов, типа блоков реле в подкапотном пространстве. А вот сами движки, что называется, столбики здесь будут идентичны. Ну а теперь про кузова и габаритные размеры Toyota Isis. Длина автомобиля 4 метра 63 сантиметра. Ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 64 сантиметра. Колесная база автомобиля 2,78. Радиус разворота 5,4 метра. А снаряженная масса 1440 килограмм. При этом максимально разрешенная масса Isis 1825 килограмм. Что касается Toyota Isis, длина этого автомобиля чуть поменьше 4 метра 60 сантиметров. Ширина больше 1 метр 72, а высота, опять же, меньше 1 метр 59. Радиус разворота почти такой же 5,3 метра. А вот масса автомобиля у Isis значительно меньше. Снаряженная масса Toyota Isis 1350 килограмм, а максимально разрешенная 1735. Так что разница в весе между этими двумя автомобилями это практически 100 килограмм. Что касается лакокрасочного покрытия, оба автомобиля примерно одной эпохи. И года выпуска здесь 2012, а здесь 2013. Что дает основание полагать, что разницы по части лакокрасочного покрытия при замерах мы особо не увидим. И, в принципе, наверное, так оно и будет. Для Toyota Isis лакокрасочное покрытие с завода у нас будет лежать в диапазоне где-то от 86 до 110-115 микрон. Toyota Wish 2013 года выпуска будет демонстрировать несколько меньшие показатели. Микрон в среднем на 10. Где-то от 70-74 до 100-105 микрон. Хотя дело здесь может быть и в том, что Wish черного цвета и, соответственно, прошел через большее количество полировок в своей жизни, потеряв при этом некоторую толщину лакового слоя. Ну а теперь перейдем к самому интересному сравнению багажников и салонов. Начнем с багажных отделений. Начнем с багажника Toyota Isis. Кстати, высота открытия крышки здесь такая, что мне при росте 1,86 метра все же удается зайти под нее, не пригибаясь. Оба этих автомобиля имеют три ряда сидений. Соответственно, мерить багажник мы начнем при поднятом третьем ряду. Ширина проема по его средней части у Toyota Isis это 107 сантиметров. Высота самого проема багажника порядка 89. Важный момент. В Toyota Isis третий ряд сидений, будучи разложенным, освобождает нишу в полу, где они хранятся. И высота багажного отделения в этом случае увеличивается, причем достаточно прилично, до 100 сантиметров. Ширина багажника по полу, если говорить про нишу 97, а по верхней части порядка 103 сантиметров. Полезная длина багажника в этом случае небольшая, всего 43 сантиметра. Если же третий ряд в данный момент вам не нужен, в Toyota Isis вы можете сложить сидения. При этом спрячутся они в ту самую нишу на полу. И вы потеряете в высоте багажника, но выиграете в его площади. В этом случае длина полезного пространства в багажнике до сидений второго ряда, которые в данный момент сдвинуты в максимальное заднее положение, этого можно добиться еще без демонтажа пластиковых заглушек на полу, получается порядка 108 сантиметров. Ну а если этого вам мало и вам надо увезти действительно крупногабаритный длинный груз, складывайте спинки сидений второго ряда. Спинки в данном случае вперед не складываются, но у Isis есть вариант подъема подушки сидений вертикально вверх для перевозки высоких грузов. Такое же мы могли видеть на автомобилях Honda Fit, причем всех поколений. Сидения складываются назад, то есть в лежачее положение, и тем не менее освобождают нам пространство. В этом случае длина салона до спинки водительского кресла составит 199 сантиметров. Но в данном случае компания предусмотрела вариант складывания пассажирского сидения вперед на манер столика. И при такой конфигурации длина салона до панели будет равна 2 метрам 90 сантиметрам. То есть чуть-чуть наискось, но в этот автомобиль трехметровый груз вы погрузите. Кстати, ключевая фишка кузова Toyota Isis это отсутствующая, а вернее встроенная в саму сдвижную дверь центральная стойка кузова. Так что боковой проем, огромный по ширине, вы также можете легко использовать для погрузки каких-то габаритных предметов. Ну а теперь перейдем к Toyota Vish, габаритные размеры которого в плане длины, напомним, на 3 сантиметра меньше, чем у Isis. Давайте глянем, как обстоят дела с багажным отделением. Первое, что бросается в глаза, это несколько другая конструкция третьего ряда сидений. В данном случае у нас тоже есть ниша, но она далеко не настолько глубокая, как на Toyota Isis. Пол здесь повыше. И есть фальшпол, под которым скрывается штатный инструмент, компрессор и герметик. Ширина самого проема, который в данном случае кажется намного меньше, чем на Isis в плане высоты, 109 сантиметров. Высота действительно меньше всего, 81, но это до фальшпола. Ширина багажника посредине 138, почти 140 сантиметров. А по длине он на пару сантиметров короче, 41. Теперь складываем сидения третьего ряда. Таким образом мы получаем ровную и уже большую по площади погрузочную площадку. Расстояние до спинки сидения второго ряда в данном случае 114 сантиметров. А ширина багажника между колесными арками 106. Если же возникла необходимость увести длинный, либо очень габаритный, либо груз в большом количестве, складывайте спинки второго ряда. В отличие от Toyota Isis, тут они складываются по той же системе, как, например, в Nissan X-Trail. Сначала поднимается, опрокидывается вперед подушка, а затем на освободившееся место ложится спинка. То есть здесь они складываются вперед. Кстати, та же схема используется и в 140-м филдере. В этом случае расстояние от крышки багажника до подушки сидения, которое все-таки съест свои сантиметров 10 пространства по длине, будет 184 сантиметра. Расстояние до передней панели, если вы будете проталкивать длинный груз между сидениями, чему, кстати, будет препятствовать сложенная и торчащая в проем между передних кресел подушка сидения, будет равняться 2 метрам 70 сантиметрам. Так что в плане перевозки длинномеров Toyota Isis однозначно удачнее. Под капотом одного и второго автомобиля в данном случае абсолютно идентичные силовые установки. Это два ZTR FAE 1,8 литра на 143 лошадиные силы в обоих случаях. По конфигурации это рядные алюминиевые четверки с двумя распредвалами, здесь по 16 клапанов, есть гидрокомпенсаторы, цепной привод ГРМ и система Valvematic, то есть система изменения высоты подъема клапана, как раз и представляющая собой основной финансовый риск при покупке машины с подобным двигателем. Так что если вы решили для себя выбрать автомобиль с такими моторами данной серии, то помимо того, что машинку желательно разгазовать и посмотреть на дымность, при осмотре обязательно продиагностируйте автомобиль сканером. Симптомы, которые должны вас насторожить, это подозрительно низкие обороты холостого хода, лишние вибрации и шумы при работе, хотя ZTR серия в общем-то не относится к числу совершенно бесшумно работающих ДВС. Как правило, проблема с системой Valvematic происходит по вине окисления платы в блоке управления, куда попадает влага вследствие разгерметизации, и это проявляется в виде гирлянды ошибок на приборной панели, либо уже непосредственно связано с износом механической части в головке блока цилиндров. Но, как правило, такие вещи случаются на автомобилях с огромными пробегами. И вообще-то формально одноразовый ZTR, который по идее не имеет ремонтных размеров и не ремонтируется, выхаживает свыше 300-350 тысяч километров пробега. Самое главное, меняйте масло вовремя и не перегревайте мотор. За системой охлаждения здесь нужно следить. Интервал замены масла 7-8 тысяч километров. Также из хорошего, эти моторы далеко не экзотическое предложение на рынке контрактных агрегатов. Компания Toyota сделала огромное количество моделей, под капот которых устанавливались эти двигатели, начиная с европейских вариантов Toyota RAV4, после рестайлинга третьего поколения, и заканчивая такими машинами, как крайне распространенный у себя на родине Toyota Allion Premium. Так что недостатка в донорах агрегатов у владельцев подобных машин нет, как нет, собственно, и частой потребности в их замене. Ну а теперь про салоны. У Toyota Isis салон в данном случае очень светлый, и это добавляет ему простора. Хотя на самом деле, попадая сюда, нельзя сказать, что он какой-то суперогромный, по крайней мере, в плане ширины. Но сидеть за рулем удобно. При росте 1,86 м удобную для себя посадку я подобрал довольно быстро. В этом автомобиле рулевая колонка регулируется как по вылету, так и по наклону. Причем регулировка по наклону подпружинена. Это очень удобно в духе старых Toyota. Сам руль удобный, профилированный. Хоть в данной комплектации на нем и нет клавиш управления, но держаться за него приятно, несмотря на то, что он пластиковый. Правой рукой на дверной карте есть подлокотник. Он, опять же, находится на правильном месте, но выполнен из жесткой пластмассы. С левой стороны у водителя есть свой собственный подлокотник. Может быть удобно в дальней дороге. Справа на дверной карте блок управления стеклоподъемниками. Он традиционный, тойотовский. Кнопочки ровно те же, что, например, были в 140-м филдере. Здесь у нас все четыре стекла, также с авторежимом. Клавиши центрального замка и боковые зеркала. Справа за рулем и, причем, абсолютно в непросматриваемой зоне, находится кнопка запуска остановки двигателя. Наверху корректор фар и клавиши открытия боковых дверей. В данном случае электрифицирована только левая, вместо правой, соответственно, просто заглушка. С левой стороны также две заглушки и небольшая монетница. В этом автомобиле нештатная мультимедийная система с двухдиновым экраном, но на нее выводится картинка с камеры заднего вида, что упрощает маневрирование. Все, что касается климат-контроля, сгруппировано вокруг селектора коробки передач. Здесь климат полностью автоматический. Удобная поворотная рукоятка регулировки температуры. Нажатие на нее активирует авторежим. Режимы обдува выбираются отдельной большой клавишей. И хорошая удобная кнопка регулировки оборотов вентилятора. Тут же настройки часов и режимы отпотевания лобового стекла. Подогрев заднего, выключить климат полностью, рециркуляция и клавиша включения-выключения кондиционера. Все очень удобно и тактильно различимо на ощупь. Внизу 12-ти вольтовая розетка и подстаканники оригинального дизайна и конструкции, выдвигающиеся из центральной консоли. И также туда собирающиеся. Ну а внизу есть небольшой кармашек, куда можно сложить, например, ключи от автомобиля. Кстати, в остальном ключи, по большому счету, в этой машине деть некуда, как и сотовый телефон. Никаких ощутимой площади полочек здесь нет. Либо это все будет складироваться в кармане внизу, либо в бардачке сверху в дополнительном, который сам по себе небольшой, либо на нескользящих ковриках на самой приборной панели. Основной бардачок у Айсиса довольно-таки объемный. Сюда войдут не только бумаги формата А4, но и что-то более серьезное. А внизу дверных карт есть узкие кармашки, плюс отформованная ниша под бутылочку с водой. Посредине никаких дополнительных емкостей нет. Как равно нет и подлокотника у переднего пассажира справа. По части обзорности все очень даже неплохо. Боковые зеркала здесь большие по площади. Есть маленькие, но, кстати, практически бесполезные окошки в широких стойках. Сама приборная панель хоть и находится относительно высоко, но крыша еще выше. Поэтому лобовое стекло здесь не производит впечатления амбразуры. А вот капот полностью невидимка. И насколько высоко не поднимай в этом автомобиле сидение, край капота вы все равно не увидите. Кстати, о диапазоне регулировки кресла я сейчас сдвину в самое максимально заднее положение. Здесь присутствует также регулировка по высоте, но даже опустив сидение максимально вниз вот до такого уровня, вы не вытянете левую ногу в колени. Хотя посадка здесь все же вертикальная, мини-вынистая, не особо это нужно. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах. Что касается сидения заднего ряда. Оно абсолютно плоское. Здесь, в принципе, разместятся три пассажира. Если средний не будет слишком больших габаритов, сидение регулируется вперед-назад, но вот это практически максимально сдвинутое назад положение. Хотя в видео про Toyota Isis подписчики говорили о том, что если убрать пластиковый ограничитель на рельсах на полу, можно отодвинуть его еще дальше назад. В данном случае при регулировке сам за собой я касаюсь коленями переднего сидения. Но в целом сидеть здесь нормально. Единственный момент, что в нашей комплектации нет центрального подлокотника, хотя он встречается, а с правой стороны на дверных картах нет, соответственно, вообще никакого подлокотника. И сидеть придется без опоры для рук. Внизу дверной карты есть небольшая ниша под подстаканник, есть кармашек на переднем сидении и небольшой крючок, на который можно подвесить груз максимум 4 килограмма весом. Зато запас пространства над головой здесь довольно большой. Ощущение давления потолка на голову не возникает. Ну, а что касается сидений третьего ряда в Toyota Isis, естественно, для взрослого человека, особенно высокого роста, это сугубо временная мера. Переднее кресло в данном случае пододвинуто в упор назад, коленями я его также касаюсь. При этом бедро у меня полностью висит в воздухе, поскольку подушка здесь, естественно, небольшой высоты. Но для самых задних пассажиров есть подлокотники. Рядом с колонкой под крышечками сбоку присутствуют подстаканники. И, естественно, по ширине сюда больше двух человек уже не войдет. Зато есть возможность регулировать наклон спинки. И это несколько поправляет положение. Так что, если вам придется ехать куда-то на дальняк на третьем ряду Toyota Isis, вполне возможно, придется делать это полулежа. Теперь, что касается Toyota Wish салона и посадки. Здесь, по сравнению с Isis, у Wish посадка куда более легковая. Здесь чуть больше ширина салона, по крайней мере, так кажется визуально. Но вот сама приборная панель, благодаря своим архитектурным формам, здесь занимает больше пространства при обзоре вперед. Лобовое стекло кажется уже. У него больший наклон. И здесь более крупные форточки за передними дверями, которые как раз-таки практически убирают мертвые зоны, в отличие от Toyota Isis, где в них практически ничего не видно. В плане посадки за рулем, Wish, если честно, мне лично нравится больше, поскольку мне привычнее именно легковушечная посадка. Но если вам ближе посадка кроссовера или внедорожника, Isis подойдет вам больше. При росте 1,86 м за рулем Wish мне удалось быстро подобрать оптимальное положение. Сам руль здесь также без всяких дополнительных клавиш управления, не считая подрулевых лепестков для переключения передач при ручном режиме работы вариатора, который он имитирует, подражая автоматической трансмиссии. Руль в данном случае, в отличие от Isis, у нас отделан кожей, но это особенность комплектации. У водителя и у переднего пассажира в том числе есть подлокотники. Подлокотник справа на двери в данном случае отделан тканью. На конкретном Isis он был просто пластмассовый. Никаких архитектурных излишек здесь нет. Клавиши управления стеклоподъемниками и центральным замком здесь точно такие же, как на Toyota Isis, так же все полностью автоматические. Кнопка запуска остановки двигателя ровно так же в слепой зоне справа от руля. Тут же стабилизация и управление зеркалами. С левой стороны большая двухдиновая магнитола, клавиши управления режимами работы коробки, спорт либо экономичный режим, и дисплей климатической системы, который также здесь управляется при помощи клавиш. Есть авторежим. Это одна зона климата, но кнопочки сгруппированы чуть по-другому. И в отличие от Toyota Isis, они менее тактильно различимы. Хотя приноровиться к ним все же можно. Внизу под блоком управления климатом есть небольшой кармашек, и он же может превращаться в подстаканник, что достаточно удобно. Внизу есть полочка, на которую можно положить, например, мобильный телефон или тот же ключ от автомобиля. И еще ниже второй уровень полки, куда уже войдет какая-то мелочевка, может быть тот же телефон. Здесь, в отличие от Isis, между сиденьями присутствует центральный бокс, передняя часть которого превращается в подстаканник, а средняя часть – это полочка, плюс довольно глубокий ящик для хранения мелочей. Для задних пассажиров здесь также есть углубление по форме, чем-то напоминающее подстаканник под большой стакан. Сверху над бардачком узенькая полка, куда можно положить что-нибудь вроде пишущих принадлежностей, ну а сам бардачок здесь все-таки чуть поменьше, чем в Toyota Isis, хотя пачки документов форматов А4, пусть и сложенные вдвое, вы здесь, конечно, разместите. Внизу дверных карт под бутыльники и узкие кармашки разного рода мелочь. Боковые зеркала ровно той же формы, также зауженные к краю, но в целом достаточные. И ровно такой же капот-невидимка. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. И, как ни странно, при общей меньшей длине кузова Toyota Vish сзади дает больше пространства для седоков. При росте 1,86 м сам за собой я сажусь, не касаясь коленями спинки переднего сидения. Здесь также есть крючочек. Само сидение второго ряда также плоское, отформованное оно под трех человек, но по ширине такое впечатление, что чисто субъективность здесь побольше пространства. Запас над головой есть. Сидение может также регулироваться по длине, причем в более широком диапазоне, чем это можно делать в Toyota Isis. И подушка сидения здесь очень высокая. Она заметно выше, чем переднее кресло. Поэтому, сидя здесь, вы будете смотреть поверх голов водителя и передних пассажиров, получив возможность видеть то, что творится впереди автомобиля. В данном случае средняя секция сидения может складываться отдельно, так что у пассажиров Toyota Vish будет еще и свой собственный подлокотник слева. Кстати, в отличие от Isis, на дверях этого автомобиля присутствуют нормальные подлокотники. Ну а как обстоят дела на третьем ряду? Что касается положения взрослого человека на третьем ряду Toyota Vish, вот так же можно охарактеризовать как приемлемое, лишь на непродолжительное время, то есть для коротких поездок. Первое, что бросается в глаза, на контракте с Isis, да, здесь такая же низкая подушка сидения, бедро так же и висит в воздухе, но место под сидением второго ряда, куда можно подсунуть ступни, здесь меньше. Спинки также регулируются по углу наклона и можно их, в принципе, разложить в полулежащее положение, но в отличие от Toyota Isis, где расстояние над головой оставалось достаточным в Vish, я уже цепляюсь за отделку потолка. Так что в таком положении при моем росте ехать не особо удобно. Под правой рукой в Vish присутствуют подлокотники, плюс подстаканники и небольшой кармашек справа. Ну а перед тем, как посмотреть на машину снизу на подъемнике, поговорим про дорожный просвет. У Toyota Isis на переднем приводе этот показатель по каталогу 160 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли эта цифра действительности. Самое интересное, что, в отличие от многих других автомобилей, самая низкая точка в передней части здесь не защита и не лонжероны. Это кусок пластикового фартука, висящего под передним бампером. И до его края от поверхности асфальта всего 14, а то и 13 в средней части сантиметров. Аналогичный выступ есть на защите и с правой стороны сбоку. Что касается центральной части защиты, до нее как раз 16 сантиметров. Ну а передний край бампера, если говорить о парковке к поребрикам, порядка 18. Расстояние от земли до обортовки под домкратника 17 сантиметров. В задней части порога 19. А расстояние до края заднего бампера это 24 сантиметра. Правда, ниже и намного ниже свисает банк оглушителя, которая здесь расположена продольно. Поэтому, паркуясь к высокому препятствию, будьте внимательны, чтобы не повредить выхлопную трубу. Ну а перед тем, как посмотреть на Toyota U-Vis 2-й генерации снизу на подъемнике, пробежимся по дорожному просвету, чье каталожное значение для этого автомобиля на переднем приводе 150 миллиметров, то есть на сантиметр меньше, чем у Toyota Isis. Но первое, что бросается в глаза при взгляде снизу, здесь нет никаких выступающих частей под передним бампером. Пластиковая защита абсолютно ровная. И до самого бампера от земли 17 сантиметров. А его защита внизу находится внутри этого габарита. До резинового брызговичка 15, так что при длинном переднем свесе VISH далеко не самая низкая машина. До пластикового обвеса на пороге расстояние от асфальта 19 сантиметров. В задней части 21, а до брызговичка 16. Ну а задний бампер висит от поверхности земли на расстоянии 24 сантиметра, что очень даже неплохо. И, кстати, здесь ровно так же, как на Toyota Isis, проходит и банка глушителя. Продольно и свисает она ниже габарита бампера. Поэтому при парковке задним ходом будьте аккуратны, чтобы ее не повредить. Правда, препятствие для этого должно быть на самом деле высоким. Что касается ходовой части Toyota Isis, здесь она реализована в общем-то по классической и бюджетной схеме. Передняя подвеска типа Макферсон. Нижние шаровые опоры в данном случае запрессованы в рычаге. И по задумке производителя меняются только вместе с ними. Но, если дело дойдет до замены, можно поставить сюда и дубликат, просто перепрессовав деталь. Что касается переднего стабилизатора поперечной устойчивости, здесь он крепится на подрамнике, но доступ к креплению этого самого стабилизатора здесь неплохой. Поэтому для замены втулок стабилизатора разбирать полмашины здесь не придется. Рулевая рейка здесь электрическая. Это хорошо. Минус проблемы с гидравлическими магистралями и самим насосом. А электроусилитель на Toyota Isis нареканий не вызывает. Что касается обработки антикором, то в данном случае его очень немного. На самом днище автомобиля в центральной части его нет практически нигде. Даже на соединительных швах рядом со сварными точками. Есть следовые количества герметика, но нанесен он здесь очень-очень в скромных количествах. Чуть побольше его в районе порогов. Но видно, что антикоррозийная обработка с завода на этих автомобилях не особо-то выполнялась. Видимо, в связи с отсутствием необходимости в Японии. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, который имеет объем 60 литров и сделан он из стали. Соответственно, чисто теоретически, со временем могут появиться вопросы по коррозии этого элемента. Стальная в данном случае также горловина бака. Причем на этих автомобилях есть случай, когда горловина успевала проржеветь, поскольку часть ее проходит в районе заднего подкрылка, где постоянно грязно и сыро. Что касается задней подвески Toyota Isis, то на переднеприводной версии сзади будет самая обычная балка. На выдовых машинах конструкция подвески будет посложнее. Там используется схема на рычагах. Соответственно, кроме двух сайлинблоков, самих амортизаторов и пружин, кстати, амортизаторы и пружины здесь разнесены и стоят отдельно друг от друга, больше ничего особо тут нет. Никакого заднего стабилизатора поперечной устойчивости естественно на автомобиле не предусматривается. Ну, а задние тормоза на Toyota Isis, по крайней мере, в нашей комплектации, барабанные. Кстати, в задней части автомобиля антикора не становится больше. Здесь также просто окрашенный металл и следовые количества герметика на швах. Вроде бы однотипные автомобили снизу, но есть небольшие различия. Передняя подвеска у Toyota Vish по-прежнему формата Макферса, но нижние рычаги здесь другие. У Vish шаровая опора крепится на болтовом соединении. Она не запрессована, как на Isis. А стабилизатор поперечной устойчивости расположен практически так же, тоже на подрамнике сверху и тоже с неплохим доступом к креплениям. Здесь точно такая же электрическая рулевая рейка, которая не потребует от вас каких-то дополнительных затрат и волнений по поводу возможных протечек системы гидроусилителя, которого здесь соответственно нет. По автомобилю в плане антикора картина не лучше, чем была на Toyota Isis, а в чем-то даже и поскромнее. Следовые количества антикора обнаруживаются здесь на порогах. Причем, если на Toyota Isis в антикор был задут и сам торец, где сходятся две половинки кузовных панелей, то в данном случае поддомкратник у нас ничем не обработан. Герметик присутствует только на самом днище, и то по краям. Центральная часть не закрыта абсолютно ничем, кроме таких же незначительных количеств герметика по швам, то кое-где. Топливный бак на автомобиле имеет ровно такую же емкость, как на Toyota Isis. Это 60 литров. Он по-прежнему у нас здесь сделан из стали. Соответственно, вопросы по коррозии бака на возрастных машинах вполне могут быть, и про это надо помнить. То же самое касается и заливной горловины, которая здесь хоть и идет по другому маршруту, но тем не менее тоже металлическая, поэтому прогнить также способна. Задняя подвеска, если говорить про переднеприводные автомобили, такая же балка, как и на Toyota Isis, тоже сайленблоки балки, с очень большим ресурсом, но сзади за балкой вместо раздельно стоящего амортизатора и пружины, как на Toyota Isis, мы видим стойку в сборе. Да и задние тормоза на VISHE, кстати говоря, дисковые, а не барабанные. Что касается антикора в задней части автомобиля, здесь все с ним абсолютно печально, его нет вообще, поэтому, если вы купили подобную машину, которую планируете эксплуатировать долгое время, а в вашем регионе очень популярны антигололедные реагенты, не поленитесь пройти антикоррозийную обработку. Ну, а что касается самой организации пространства, на некоторых комплектациях данного автомобиля по заказу первого владельца в Японии могла быть установлена докатка на кронштейне, здесь она висела бы снизу, но на нашей машине японец предпочел ремнобор, герметик и компрессор, которые лежат соответственно в багажнике. Итого, что мы имеем в сухом остатке перед нами? Два вроде бы идентичных с точки зрения агрегатов автомобиля, если говорить про двигатели и коробки передач, так это на самом деле и есть. Присутствуют конструктивные различия в подвеске машин, как мы это только что увидели. Ну, и в плане салона и багажника, какой же из этих двух Toyota предпочесть? На самом деле это дело вкуса оба автомобиля очень похоже, но у Toyota Isis более высокая присущая минивенам или паркетникам посадка за рулем. Кому-то это может понравиться больше, однако для людей высокого роста места на втором ряду здесь все же меньше. Toyota Vish предлагает больше пространства для седоков при меньшей длине кузова. Для перевозки крупногабаритных длинномеров Isis приспособлен лучше, у Vish с этим есть некоторые нюансы. Место на третьем ряду примерно одинаково, но у Isis сиденья второго ряда находятся чуть повыше и соответственно седокам есть куда деть ступни. У Vish с этим посложнее. Но вот на месте водителя мой выбор однозначно свелся бы к Toyota Vish, поскольку в этом автомобиле мне привычнее и комфортнее в плане посадки. Более легковая и более спортивная что ли. Немаловажную роль при выборе автомобиля для кого-то сыграет конечно и дизайн. У Toyota Isis он более консервативный, Vish выглядит посовременнее и более злым что ли. Особенно в комплектациях предполагающих наличие внешних аэродинамических элементов. Однако помните, что окончательный выбор автомобиля всегда остается за вами. Опирайтесь на свои ощущения и на состояние той машины которую вы смотрите. На этом наш обзор подошел к концу. В нем участвовала Toyota Isis 2012 года с пробегом 19900 километров по Японии и Toyota Isis 2013 года с пробегом 137 тысяч километров также по Японии. Оба мотора 1.8 на 143 лошадиные силы, вариаторные коробки передач и передний привод. Если заинтересовали автомобиль из нашего сегодняшнего обзора, пишите или звоните по контактному телефону, который указан в описании под видеороликом. Не забывайте ставить лайки, если обзор был вам полезен. Пишите новые идеи для сравнения, какие модели вы хотели бы видеть в наших обзорах. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч на канале. Пока!